Соревнования для старшеклассников начались с построения, затем внесения государственных флагов и прослушивания гимнов России и Татарстана. У этих ребят все точно по плану. Ученики общеобразовательных школ из Альметьевска и района собрались, чтобы побороться за главный трофей – кубок и звание победителя района. Собравшихся поприветствовал подболковник запаса Рамис Ямалдинов, в прошлом сам участник подобных игр. Нынешние поколения, свое нынешнее поколение, наше поколение, они такие же дети, они такие же юноши, такие же девушки, стремятся улучшить свое физическое здоровье. Это самое главное физическое здоровье. И быть патриотом. Игра проходит в нескольких кабинетах и помещениях школы. Например, здесь, в спортивном зале, участники демонстрируют армейский четкий шаг и уровень строевой подготовки. От неравнодушных болельщиков то и дело звучит взволнованное жестче. Оценивать ребят собрались компетентные судьи. Среди них подполковник запаса Геннадий Денисов. Именно наши ребята, которые учатся в школах, они готовы, готовы свою показать наровку, умение. Наравне с юношами тренировали мастерство военных дисциплин и девушки. Лиза Щербинина, ученица школы из Нижней Мактамы, представляет команду «Патриоты». Пройдя через долгую и упорную подготовку, признается, что прекрасная половина участников совсем не уступает парням. Главное, что любить это дело, и все будет хорошо, главное верить. Победа кажется ближе, когда за спиной плечо товарища. Глеб Даниилов учится в седьмой школе. Говорит, что отличительная черта их команды – это особое единение духа. Некоторым посложнее, но кому посложнее, мы бы старались помогать, чтобы у всех все получилось. Кроме боевых дисциплин, жюри оценивали визитку команды, общую физическую подготовку и проверяли знания и истории школьников. Всего принимало участие 16 команд. В мае текущего года запланирована военно-полевая зорница на открытом воздухе. Елена Бауэр, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.